Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу разговора по чесноку. Мои ведущие, я Роман Плинсков, Александр Фирсов. Поздравляю вас всех с началом самого жаркого времени года, лета. И к этому наша сегодняшняя тема будет приурочена. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением урологии университетской клиники Казань Зуфар Гарифович Гемодеев. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Прежде чем мы начнем нашу тему, хотелось бы показать вам, дорогие друзья, сюжет о том, какие могут быть заболевания в плане урологии именно в летний период. Давайте посмотрим. Долгожданное всеми любимое лето уже стоит на пороге, но летняя жара уже не первый год убивает людей. В такую погоду нужно опасаться не только солнечного удара и перегрева. Список болезней намного шире, и необходимо знать, как себя от них защитить. Самые распространенные заболевания летом – это болезни почек. В это время года мы пьем и пьем без остановки. Все эти немеренные литры жидкости очень перегружают почки. Органы просто не успевают ее вывести. Это может привести к обострению хронических заболеваний. Давайте узнаем, что же об этом думают обычные прохожие. Какие бывают заболевания почек? Пленифрит – самое такое основное. Ну, онкология, наверное. Цистит, кажется, если я не ошибаюсь. Это заболевание почек. Ага, ну, может, какие-нибудь камни в почках. Больше не знаю, наверное. Не знаю. Пленифрит – и все. Ну вот, мы выслушали мнение простых прохожих. Давайте вы расскажете нам с медицинской точки зрения, какие самые распространенные заболевания почек имеются. Ну, с уступлением лета возникают определенные заболевания, которые мы встречаемся в нашей клинике. Это обострение хронических пилонефритов, острые пилонефриты, циститы. Обычно больше циститы бывают у женщин. Острые простатиты. Обострение хронического простатита – это у мужчин. Также воспаление яичек, орхоэпидемиты, эпидемиты. Также мочекаменная болезнь, как у мужчин, так и у женщин. Это связано с тем, что лето становится жарко. А мы знаем, что моча является насыщенным раствором. В определенных условиях, когда мы начинаем потеть, жарко, моча становится концентрированной. У тех людей, у которых имеется данное заболевание, при расположенности в моче образуются соли, конкременты, то есть камешки. И возникают различные обструкции, то есть нарушения оттока мочи из почек, которые вызывают собой так называемое зловещее, неприятное состояние, почечная колика. Когда больной начинает чувствовать сильнейшую боль, появляется тошнота, рвота, больной начинает лезть на стенку. И так и пишут в литературе. Больной бросается, кидается на стенку. Больной не может найти себе места. Поэтому с наступлением лета нужно принимать определенные меры. Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, особенно почек, при моче каменной болезни, мы всегда рекомендуем в весенний, осенний период, чтобы эти больные, которые стоят на диспансерном учете, то есть стоят под наблюдением, проходили ультразвуковое исследование, сдавали общий анализ крови, мочи и походили к врачу-урологу, то есть врач, который занимается проблемами мочевыводящих путей, как у мужчин, так и у женщин. Поэтому здесь надо к лету готовиться, принимать соответствующие меры. Давайте теперь поговорим о воспалительных осложнениях. Наступило лето, все начали купаться, всем стало жарко, все стали раздеваться. И поэтому люди, которые страдают заболеваниями мочевыводящих путей, нужно, наверное, принимать определенные условия. Если вы купаетесь, после того, как вы покупались, нужно обязательно плавательный костюм, плавки, купальник, обычно переодеть, насухо вытереться и переодеться. Ну, это самая стандартная процедура. Это стандартная процедура, обязательно, особенно людям, которые стоят на учете. И не переохлаждаться. Ну, а теперь такой вопрос интересует, чем же опасны эти заболевания, помимо того, что будут болеть? Ну, во-первых, мы знаем, что любое перенесенное острое заболевание переходит в хроническую форму. Давайте возьмем с острого пиелнефрита. Острый пиелнефрит чем опасен? Если его не лечить, то возникают осложнения данного заболевания, то есть гнойные осложнения. Сначала возникает апостоматозный пиелнефрит, и уже более затяжное – это карбункул почки, абсцесс почки, когда возникают гнойные осложнения. Гнойные осложнения лечатся хирургическим путем. То есть проводится операция, и в результате этой операции гнойные очаги ликвидируются, то есть удаляются, дренируются. Дальше. Учитывая то, что почки нам нужны в течение всей жизни, и от работы почек зависит наше общее состояние, также, о чем говорили вашему корреспонденту люди, о которых вы опрашивали на улицах Казани, острое состояние, они переходят в хроническое. Если человек в течение длительного времени, у которого будут рецидивы заболевания, то есть повторные, которые человек за собой не следит, возникают рецидивы, то поздно или рано это приводит к хронической почечной недостаточности. То есть почка недостаточно начинает выполнять свою функцию, не выводит азотистые шлаки, то есть продукты жизнедеятельности. Поэтому, о чем мы говорили, что профилактика превыше всего. При возникновении почечной недостаточности в поздних стадиях проводится процедура гемодиализа, то есть заместительная терапия. Или же, в зависимости от возможности, трансплантация почки. Но это в тяжелых, затяжных случаях приводится к тяжелой инвидализации и неприятным последствиям. Человек привязан становится к аппарату, 3 раза в неделю он должен проходить эту процедуру. Но я думаю, что если есть современные лекарства, современные возможности, специалисты, я думаю, что многие смогут этого избежать. Это получается для тех людей, кто заботится о своем здоровье. Если заметил, то пошел к врачу, проконсультировался и... Абсолютно точно. Проходит дальше лечение. Ну вот, интересный вопрос, Александр, задавай. А дело в том, что, видимо, у наших людей существует такой менталитет, что к врачу они не пойдут до последнего, пока что-то у них не отвалится. Чем это опасно в случае с почками? Сейчас я хочу немножко, чуть-чуть отойти и сказать такую тематику. Сейчас очень модно стало лечиться по интернету. Каждый человек находит у себя миллион заболеваний, различные рекомендации, и начинает лечиться через интернет. Поэтому я всегда предлагаю, и болеть надо по интернету, чтобы виртуально можно было болеть и лечиться. Поэтому здесь очень важно, чтобы был человек грамотно обследован, консультирован врачом-специалистом, независимо, уролог ли это, врач ли общей специальности, практики. Это нужно для того, чтобы вам человек с врачебным образованием посмотрел, дал вам рекомендации, дал советы, какие нужно пройти обследование, и обратиться к какому специалисту. То есть если я обнаружу у себя какие-то симптомы, то не надо лезть в интернет, не надо гуглить, не надо бояться идти в аптеку за какими-то дорогими таблетками, надо просто сходить и провериться? Ну, а как потом делали в старые времена, когда интернета не было? Окей, Google, как мне поступить? Какому мне специалисту пройти? Пожалуйста, можно задавать эти вопросы. Окей, Google, где располагается ближайшая поликлиника? Окей, Google, где находится ближайший круглосуточный стационар? Окей, Google, как мне лучше доехать до этой клиники? Пожалуйста, интернет никто не запрещает. Интернет, пожалуйста, он обладает просветительской деятельностью. Он несет информацию. Но информацию нужно правильно принимать. Дозировать ее не нужно, но нужно знать, что смотреть. Потому что, читая иногда интернет, особенно в той области, где ты что-то понимаешь, иногда некоторые вещи видишь большие проляпсы. Такие вот некоторые вещи не совсем корректно, не совсем правильно бывают написаны. Поэтому на 100% интернету доверять нельзя. Поэтому доверяй, но проверяй. Вот доверься, как он тебя ведет до этой поликлиники или до стационара, а дальше уже проверяй. А дальше уже, видимо, надо обратиться к врачу. Ну, молодежь сейчас очень любит интернет. Она начитается в интернете информация и начинает врачей проверять. А знает ли врач эту информацию? А вы знаете вот про это? А вы знаете ли это? А были у вас такие пациенты? Конечно, были. И на чем они у вас проверяли? Ну, знания иногда просто интересно бывает. Даже знаешь, где человек это прочитал. Иногда некоторые вопросы даже заставляют задуматься. И интернет тоже приходится читать. Именно для пациентов, что пишут. Почему? Иногда они задают такие вопросы, которые не с первого раза, не с налета можно ответить. Поэтому нам тоже приходится следить за информацией, что пишут в интернете. Именно не в специальной литературе, а именно для пациентов. Сейчас очень много сайтов, которые готовы помочь больным. То есть, может быть, неправильно сказать, не больным, а людям, чтобы они не заболели, чтобы они правильно себя вели. Так как многие считают, что почка – это эквивалент доллару и рублю, действительно ли лежит, что почки – это самый дорогой орган после сердца? Ну, что могу сказать. Если не идет моча, что делать? Куда идти? Поэтому почки – это парный орган. Поэтому их надо беречь, не переохлаждаться. Особенно людям, о чем мы говорили, с хроническими заболеваниями. Их надо беречь. Но мы должны знать, что существуют заболевания, которые приводят к осложнениям. То есть, в результате этих заболеваний нарушаются функции почек. Какие это заболевания? Это сахарный диабет. Сахарный диабет что он ведет? В результате чего осложнение нарушается сосудистая структура почек. Почки не начинают вырабатывать мочу так, как надо. Если вода выходит, то те продукты жизнедеятельности не выделяются с мочой. Просто моча становится просто водой. Она не концентрирована. Она не повыполняет свою функцию. Это при сахарном диабете. Различные отравления, прием наркотиков, прием различных алкогольных некачественных напитков тоже может приводить к острой почечной недостаточности с нарушением функции почек. Это также ведет к острому гемодиализу. То есть гемодиализ нужно проводить по жизненным показаниям, когда почки становятся неработоспособны в острый период. Это заместительная терапия проводится. Различные травмы могут приводить к потерю одного из органов. Может быть и обоих. Поэтому различные удары, травмы могут нарушать целостность почки и приводить к инвидализации. Может быть у человека жить с одной почкой. Да, способность другой почки, коллутральной, заменить функцию ушедшего органа, она становится больше. Она берет на себя определенную большую нагрузку. Человек может жить, но с определенными условиями. Определенный питьевой режим, определенная диета, профилактика переохлаждения. И смотреть за собой контроль, наблюдение по месту жительства у специалистов. Но мне кажется, в этом вопросе Роман просто хотел узнать примерную цену почки на черном рынке. Но не для себя уж. Ну да, да. Мне просто рассказывали. Я на этот вопрос не отвечу, но в интернете тоже пестрит предложениями. Продам почку. А бывало ли такое, что приходят люди с такими просьбами? В приемном покое я сталкивался с этим. Молодые люди приходили, люди среднего возраста. Они хотели бы купить у меня почку. А где мне можно купить почку? Ну, к сожалению, я на такие вопросы не готов ответить. Заберите. Вот что Голливуд делает, да? Да, это все популярный миф в интернете, на самом деле. Что ж, давайте поговорим о таком очень интересном вопросе. Чем отличается застудить почки от простудить? Но перед этим я предлагаю взглянуть на то, как ответили на этот вопрос обычные прохожие. Давайте посмотрим. Чем, по-вашему, отличается застудить почки и простудить почки? Застудить – это, скорее всего, когда ты сидишь на какой-то поверхности, которая, ну, на холодной поверхности. А простудить – это, ну, тебя продуло, наверное, вот что-то вроде этого. Застудить, мне кажется, это более серьезное, чем простудить. То есть простуду, может, как-то еще можно так излечить, вылечить точнее. А застудить – это, ну, вот как бы я имею в виду самой. А застудить – это, мне кажется, уже с врачами надо разговаривать. Ну, простудить, может быть, из-за того, что сидеть на холодном, а застудить. То есть если вас продуют в каком-либо помещении или кондиционер, допустим, ну, к примеру. А, ну вот мы и послушали мнение обычных студентов, и не только студентов, как могли видеть. Что ж, были они правы или нет? Вы знаете, мы уже имеем продукт конечный, когда человек заболел. Застудить, простудить, ну, мы уже как бы сталкиваемся с тем, что человек уже заболел. И для нас уже неважно. Наша задача – оказать помощь, вылечить больного грамотно, и чтобы он быстрее стал трудоспособным, чтобы качество жизни вернуть больному. Но застудить и простудить. Простудить – это впервые, когда человек заболевает, впервые, никогда не болел. Это различные простудные заболевания. А простудить – это когда, наверное, является, есть уже хроническое заболевание, и оно обостряется. Это может быть цистит, пилонефрит. С нашей точки зрения сурологии – это заболевание мужских наружных половых органов. Что-то из этого. Перейдем к следующему вопросу. Мне очень он интересен, потому что связан он с таким жизневажным ресурсом, как вода. Многие говорят, что пить много воды летом – это яд. Вот почему? Но прежде чем мы будете отвечать на этот вопрос, хотелось бы показать сюжет на эту тему, что ответили нам на улице. Чем и почему, по-вашему, вредна холодная вода в жаркий период? Скорее всего, для горла, наверное. Потому что температура тела меняется с горячей на холодную, и, скорее всего, можно заболеть резко, очень сильный. Можно попросту заболеть и слечь с этим в больнице. Ну, вот сейчас мы посмотрели данный соцопрос, и все-таки, кто был более-менее близок к истине, кто вообще какую-то чушь сказал. А можно я отвечу вам не как уролог, а просто как врач? Конечно. Вы знаете, летом воду пить нужно. Вопрос, кому и как пить воду. Ну, во-первых, воду надо пить теплую, комнатной температуры. Если вы пьете воду со льдом, обязательно у вас может заболеть горло. То есть это могут быть различные ангины, трехииты. Пожалуйста, воду надо пить теплую. Ледяную воду пить не надо. Не надо есть лед. Иначе появятся различные заглоточные абсцессы и прочее. И лето превратится в какой-то кошмар. С точки зрения урологии, воду надо пить. Летом до 2,5-3 литров. Если человек здоровый, если у человека нет заболевания каких-то хронической почечной недостаточности, нет заболеваний сердца, то до 3 литров больной должен принимать. Особенно в летний период, когда мы потеем, а мы знаем, что нормальный человек за сутки теряет где-то 800 мл жидкости, то с увеличением температуры этот процент потери жидкости увеличивается. Поэтому, чтобы моча была не концентрирована, о чем мы с вами говорили, чтобы не выпадали соли и прочее, чтобы не было различных осложнений типа мочевых кризов, то есть когда соли идут, конкременты, поэтому питьевой режим должен быть увеличен до 3 литров. Но это не говорит о том, что вы за раз должны выпить 3 литра. В течение дня равномерно, небольшими количествами вы можете набрать это до 3 литров жидкости. Потому что если человек выпьет за раз 2 литра или литр, то это как человек-аквариум. Это, во-первых, ему будет тяжело, дискомфорт и нагрузка на сердце. Особенно людям, у которых гипертония, заболевание сердца, здесь питьевой режим определенный. Они пьют понемногу, но часто. И употребление жидкости у них в зависимости от того, что рекомендуют кардиологи. Объем жидкости здесь должен быть небольшой. Поэтому нахождение на солнце, перегревание с заболеваниями сердца опасно. Потому что употребляя большое количество жидкости, просто человек утонет. Сам себе. Сам себе. Но это имеется утонет, это не так сказано, что захлебнется и утонет. Просто это будет большая нагрузка на сердце. Это могут появиться отеки различные. Это могут быть как асциты. Декомпенсация сердечной деятельности. Поэтому к этому нужно относиться очень серьезно. А поскольку почки такой жизненно важный орган, скажите, почему, как вы считаете, люди так плохо информированы об их болезнях? Ну, насчет плохой информированности я бы не сказал. Сейчас существуют люди, которые ничего не читают, ничего не знают. Интернет не ходит, книжки не читают, телевидение и радио не слушают. Этот процент небольшой. Мы встречаемся с таким населением. Но в большинстве случаев я бы отнесся не к почкам, а к мочево-водительной системе. Потому что все-таки здесь проблема более широкая. Потому что мочево-водительная система состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, у мужчин и женщин, и предстательной железы и наружных половых органов, которые относятся к разделу урологии. Что же сказать об информированности? Здесь надо иметь в виду определенный возраст. У каждого возраста свои заболевания и свои проблемы. Если в молодом возрасте взять женское население, то страдают циститами. Особенно молодые девушки, которые красиво одеваются, несмотря на то, что на улице холодно, идет дождик. Но красивое нижнее белье, красивые колготки приводят иногда к переохлаждениям, к обострениям хронических заболеваний и приводят неприятные ощущения. Это циститы, частые мочеспускания, болезненные. Люди без конца ищут туалет, не знают, куда, как себя вести. Качество жизни страдает. Человек становится неработоспособный. Человек думает о том, как дойти до туалета, где он находится, а не на работе. Если взять более старший возраст, то мужчины, особенно после 50, обычно у них страдает заболевание предстательной железы, обычно мужчины к этому относятся очень серьезно. И многие, наверное, до 50% населения мужского знают, что такое простата, как ее проверять, какие сдавать анализы. Ну, благодаря футболу, особенно рекламе. Да, футбол, конечно, урологических препаратов сейчас очень много. Да, Сиалекс там еще всяк. Разбил окно, побежал к ней, починил окно. Сиалекс является БАДом. Это не лекарственный препарат. Надо иметь, отличать, что существует лекарство и есть биологически активные добавки. Это две разные вещи. Если лекарство, это препарат, который прошел все испытания, одобрен фармакомитетами и является лекарственным средством. Есть биологически активные добавки. Это продукты питания, которые обладают лечебным действием. И на них выдана лицензия только как биологически активная добавка. Это продукт питания, чтобы про это не забывали. Ну, ценовая политика у них одна и та же. Выше 500 рублей 100%. Вы знаете, здесь ведь играет роль не ценовая политика. Самое главное, препарат должен назначен при определенном заболевании. И работает он только при определенном заболевании. А если употребить его, не болев? Просто так. Да. Как витаминку. Просто бывают такие люди, которые употребляют. Ну, вы знаете, в любом лекарственном препарате есть инструкция. И там написано показания и противопоказания. И могут быть осложнения. Могут быть аллергические осложнения. Поэтому, употребляя препарат, особенно мы по населению всегда говорим, пожалуйста, знайте, что вы принимаете. И особенно мужчины некоторые. Вы знаете, мне же она дала этот препарат. Как называется препарат? И что-то не знает. Поэтому прием любого препарата, это вы в себя кладете химический препарат. То есть, сделан из химического составляющего. Поэтому, прежде чем что-то вы положить в рот, пожалуйста, хотя бы запомните, как он называется. Ну, вот хотелось бы поговорить о последствиях. Чем это чревато и в зависимости от возрастов. В последствиях его заболевания? Да. Ну, давайте вот немножко поговорим о мужчинах. Итак, мужчинам, которым исполнилось 45 лет, мужчины раз в год должны посещать уролога. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, а все ли в порядке у мужчины. Все ли у него на месте. Как мочится мужчина. Спит ли он ночью. Он обязательно должен посещать уролога, сдавать анализ проста-специфический антиген. Это онкомаркер, который позволяет выявлять нам рак предстательной железы. Он должен сдать стандартные анализы. Это кровь, мочу, пройти ультразвук, посмотреть, на месте ли у него почки, нет ли там каких-то новообразований, нет ли конкрементов, то есть камней. Не нарушен ли отток из верхних мочевых путей, то есть из почек, из мочеточников. Что у него в мочевом пузыре и в предстательной железе. Еще раз вас должен посмотреть специалист, осмотреть, дать свое заключение, рекомендовать вам исследование. Поэтому, окей, гугл, где находится моя поликлиника. Смотрите, на данный момент любое заболевание, как бы это ни было печально, молодеет. В каком сейчас среднем возрасте обращаются к вам? Ну, вот здесь еще раз хочу сказать. Наша клиника оказывает по неотложной помощи, и по такой, с 15 лет мы принимаем больных до бесконечности. То есть в зависимости возрастной группы. Поэтому сейчас, вот в данный момент, у нас преобладает молодое население. Это воспалительные осложнения. Это циститы, пилонефриты. Больше сейчас, сейчас и мочекаменная болезнь. Это как бы сезонность играет свою роль. И весенние, вот переходы, плавные переходы, было жарко, на следующий день стало холодно. Вот в этот период появляются различные циститы, пилонефриты. Когда люди не успевают следить за погодой, стоят долго на остановках, переохлаждаются, босиком бегают по лужам. Но вот эти экстремальные моменты перехода от одной погоды к другой, обычно они у нас отражаются. Количеством пребывания больных, особенно в молодом возрасте. Пожалуй, надену я сегодня куртку. Да, надевай. Но все-таки интересно, вот есть же такие заболевания, которые в основном проявляются именно в определенном возрасте, допустим, 45 лет. Есть уже такие, которые заболели этим в 25, в 35? Ну, это воспалительное осложнение. Вот я говорю, они все возрасты покорны. Здесь от молодых до старых. Это пилонефриты, циститы, простатиты, орхоэпидемиты. Это, как говорится, всем возрастом покорны данные заболевания. Ну, каждая болезнь по-своему характерна именно в гендерном факте. Вот чем в основном заболевают женщины и как у них это проявляется? Итак, урология занимается как мужским, так и женским здоровьем. Давайте поговорим о женщинах. Итак, в зависимости от возраста и различаются различные заболевания. В молодом возрасте это циститы, пилонефриты. Это связано с тем, что девочки красиво одеваются, чаще переохлаждаются. Различные гинекологические моменты дают осложнение. Урологические это циститы, восходящие пилонефриты. В более пожилом возрасте, то есть даже не в более пожилом, в более зрелом возрасте. Это также циститы, пилонефриты. В пред- и постменопаузе возникает неодержание мочи. Это связано с тем, что нарушается гормональный статус женщин. Меньше становится эстрогенов. Нарушаются коллагены, меняют свою структуру. И у женщин возникает неодержание мочи. Также проблемы мочекаменной болезни. Это также связано во всех группах возрастов у женщин. Если же взять другие заболевания, онкологические в урологии, то здесь тоже в более пожилом возрасте чаще встречаются такие заболевания. В более молодом также встречаются, но реже. Что ж, вот мы и поговорили о прекрасной половине человечества. Теперь давайте все-таки обсудим, какими заболеваниями страдают мужчины чаще. Мужчины страдают также в молодом возрасте воспалительными заболеваниями. Это различные простатиты. Это в молодом возрасте орхоэпидемиты. В более зрелом возрасте это простатиты. После 50 аденомопредстательные железы, рак предстательной железы. Поэтому мужчинам, еще раз повторяю, после 50 лет обязательно раз в год можно посещать уролога. Как предупредить различные онкологические заболевания у пациентов? Как у мужчин, так и женщин. Итак, человек в зависимости, ходит он к урологу или не ходит, раз в год должен выполнять следующие вещи. Сдать кровь, общий анализ мочи, сдать общий анализ крови, пройти ультразвук почек, мочевого пузыря, мужчинам предстательной железы. И посещать специалиста. Либо это терапевт, либо мужчина может ходить к урологу. У мужчин также возникают различные половые расстройства. Половые расстройства возникают после 45-50 лет. Так называемая эректильная дисфункция. Эректильная дисфункция – это критерий качества здоровья мужчины. Мы знаем, что сосуды в половом члене самые тонкие. Если взять сосуды сердца и сосуды полового члена, то сосуды полового члена намного тоньше и имеют склонность больше к атеросклерозу в более ранний период. Сначала мы можем иметь эректильную дисфункцию, а потом уже через определенный момент наступают сердечные дела. Это различная ишемическая болезнь сердца, поэтому если у мужчины возникает эректильная дисфункция, он обязательно должен сходить как к урологу, так и к кардиологу. Посмотреть свой холестерин, посмотреть свой тестостерон, общий свободный. Обязательно сдать ПСА, потому что сексуальное здоровье мужчины – это здоровая семья, это нормальные гармоничные половые отношения. Это улучшение качества жизни, поэтому обязательно на эти моменты нужно обращать внимание. Итак, еще раз повторяю, здоровая семья, здоровая половая жизнь и качество жизни как у мужчин, так и у женщин улучшается. А все-таки какую жидкость можно считать водой? Хороший вопрос. Итак, мы сказали, что в жаркий период здоровый человек может выпивать до 3 литров жидкости. Что сюда относятся? Это чистая вода, но не из крана. Это бутылированная вода или пройденная через фильтр. К сожалению, качество воды оставляет желать лучшего в нашем кране. Это могут быть соки, минеральная вода, жидкость, туда же можно отнести количество съеденного супа, это также жидкость. Поэтому, если у кардиологических больных здесь нужно иметь, и у нефрологических больных, это количество в жидкости также учитывается. Самое главное, чтобы вода была чистая или кипяченая. Потому что лето, помимо урологических заболеваний, несет с собой кишечные инфекции, которые передаются через грязные руки, через грязные стаканы, некипяченую воду. А вода является источником не только здоровья и чистоты, но иногда может быть содержать в себе какие-то элементы добавочные. Это может быть бактериальное загрязнение. Как это туда попадает, это другой вопрос. Поэтому, прежде чем выпить воду, убедитесь, что она хорошая, чистая, не грязная. А можно ли отнести к этим 3 литрам воды столь популярные сладкие напитки, газированную воду, кока-колу, пепси? Хороший вопрос. Попробуйте налить спрайт, кока-колу или еще что-то в чайник и вскипятить. Что мы получим? Мы получим то, что вся накипь в нашем чайнике хорошо сходит с ней. Поэтому нашим больным мы не рекомендуем принимать такие вещи. Еще хочу сказать, что помимо этого существуют энергетические напитки. Энергетические монопитки приводят, к сожалению, иногда к острой почечной недостаточности. Мы это уже видели частенько в нашей клинике, когда больные, то есть здоровые молодые люди принимают энергетические напитки, особенно на каких-то ночных клубах, танцуют и прочее, а на следующий день попадают к нам. То же самое употребление различных наркотиков, различных кальянов приводит иногда к острой почечной недостаточности. Это данные не из литературы, это данные из практики. Употребляя различные непроверенные напитки, энергетические, наркотически содержащие препараты, помните, что после них может наступить резкое ухудшение вашего здоровья. Поэтому прежде чем все это внести свой в рот, в свое тело, подумайте, что с вами будет потом. Ну что же, давайте закончим немного на позитивной все-таки ноте. Что вы можете пожелать нашим зрителям? Здоровья. В первую очередь здоровья. Чтобы лето прошло у всех хорошо, без боевых потерь. Чтобы все одевали шапочки, чтобы боялись тепловых ударов, обильное питье. Посещали врачей, хотя бы врачей, которые врач мог дать консультации по каким-то его заболеваниям. Врач-терапевт, я не говорю об узких специалистах, хотя бы врач общей практики. В любом случае тот же интернет дает вам информацию, куда обратиться, какому специалисту, при какой нозеологии. Так что интернет мы не отвергаем. Просто интернет должен быть помощником как для вас, так и для нас. Информация, она поступает всегда. Хорошо. Большое спасибо за такие дельные советы. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Напоминаю, друзья, сегодня у нас был в гостях заведующий отделением урологии университетской клиники Казань Зуфар Грифович Гемодеев. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Пускай все эти 92, ну уже 91-90 дней лета пройдут успешно. И вы прислушайтесь к советам сегодняшнего нашего гостя-специалиста. На этом все. Большое спасибо за внимание. Вы смотрели программу «Заговоры по чесноку». Меня зовут Роман Полинсков. Меня зовут Александр Фирсов. Увидимся. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова